Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. После встречи с подругой чувствую себя опустошённой и утручённой, как будто теряю энергию. Ну, человек, вообще говоря, теряет энергию тогда, как правило, как правило, как правило, человек теряет энергию тогда, когда он с чем-то активно борется. На мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы понять, с чем вы боретесь. Вот. Борьба здесь заключается в вашем неком таком собственном, я бы сказал, в внутреннем конфликте, вот, который вы сами себе провоцируете, вот. Что это за конфликт, да, какого он рода, с чем он связан, этот конфликт, вот. Сказать пока сложно, что это нужно разбираться. Но то, что конфликт возникает, это факт. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, то, на что бы я обратил ваше внимание, это именно, вот, какой конфликт возникает, то есть, грубо говоря, грубо, грубо говоря, с чем вы сталкиваетесь в этой, вот, ситуации для себя. Такой. Такой, непростой, непростой, да. Вероятно, у вас есть ожидания некоторые. Вот. Ну, допустим, допустим, от подруги. Вот. У вас есть какие-то ожидания, вот, которые она не обрадует. Ну, ну, то есть, вот, ну, не обрадует, да, не дает, не дает вам, она, того, что вы хотите, вот, и, соответственно, от того, что вы фрустрируете, вот, так, фрустрация, это, как раз, вот, вот, по самое, точнее, то самое основание, вот, то самое основание фрустрирует, вот, которое может приводить к истощению энергии. Ну, вот, ну, вот, ваш, по крайней мере, да. Дальше. Идем. Общение потеряло легкость, возникло много паусов, в последнее время она готова общаться, обо всякой ерунде. Ну, если общение потеряло легкость, как вы говорите, то первое, что нужно сделать здесь, на мой взгляд, это постараться увидеть, а что лично вы сделали для того, чтобы эта легкость потеряла, вот, да, что-то могла сделать, конечно, и ваша подруга, это факт, но что-то могли сделать и вы, на мой взгляд, это довольно логично. Поэтому нужно посмотреть, нужно посмотреть на то, что сделали вы. Может быть, может быть, там что-то найдется. Может, конечно, и нет, может быть, но, может быть, и что-то найдется. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно максимально подробно все изучить. Легкость, легкость исчезла, легкость исчезла, я понимаю, это больно, это больно, то, что легкость исчезла. Ну, давайте разбираться, что произошло, вот, и если подруга начала, ну, ваша подруга, да, начала говорить о ерунде, как вот, ну, как вы утверждаете. Вот, ну, как к этой ерунде относитесь вы, сам, и не обесцениваете ли вы то, о чем ваша подруга хочет говорить, называя это ерундой. То есть, не знаю, замечаете вы или нет, но в этом моменте вы не принимаете свою подругу. Такой, как она есть, вы не принимаете ее желание говорить о ерунде. С другой стороны, если что-то, ну, вот, если есть, если есть что-то, что вы называете ерундой, то наверняка в таком случае вам самой хочется поговорить о чем-то другом. То есть, вам, вероятно, хочется выразить что-то другое. Что же это? О чем-то таком-другом вам хочется поговорить подругой, что вы не принимаете ее проявления, называя их ерундовыми. Значит так, погода, что приготовила на обед, что увидела в ленте, совсем не призне общение. Ну, есть ощущение, что человек вас немножко оторвинул. О себе мало рассказывают, а должна. Раньше свободно говорила о планах, делилась мыслями, чувствами, нажиму горным, могла рассказать или посоветоваться. Такое ощущение, что здесь вы говорите о том, что чувствуете, что чувствовали или чувствуете себя важным. Вот такое ощущение у меня складывается. А сейчас, на данный момент, вы себя важны для нее чувствовать пристали. И вам это причиняет боль. Как будто бы. Вот. То есть здесь очень важно увидеть, о чем идет речь. То есть, буквально, вот, буквально, про что мы здесь говорим. Прямо сейчас. О чем мы здесь говорим. Это очень важно. Потому что, если мы говорим не о том, что вы подразумеваете, к примеру. Да? То есть, если мы говорим о чем-то другом. Например. То мы же, получается, обманываем. Мы обманываем себя, мы обманываем даже в этом смысле вас. Вот. А мне бы этого совсем не хотелось. Поэтому, в первую очередь, нужно понять, о чем мы с вами здесь говорим. И уже дальше смотреть. Она начала сама волну доверительного отношения. В свое время я закрытый человек, но прониклась и стала доверять. Такое ощущение, что ваша закрытость вас тяготит. Такое ощущение, что ваша закрытость не является вашим выбором. Такое ощущение, что вы закрылись в том числе потому, что вам это, ну, как-то вот, вам как-то выгоднее, как-то вам комфортнее в закрытости. Вот. Такое ощущение, честно говоря, у меня возникает. То есть, у меня нет ощущения, что вы закрыты, потому что вы хотите, потому что вы хотите закрыты. У меня есть ощущение, что вы закрыты, потому что, ну, вот, в какой-то момент, по-видимому, другого выбора у вас не было. Вот. Понимаете, да? Вот. Такое чувство у меня возникает. Могу, конечно, ошибаться, да? Могу быть не брав, но выглядит все вот таким образом. Особенно с учетом того, как вы вот, ну, об этом выносказываете. Дальше. Значит, вы пишите, я закрытый человек, почему Прониклась к ней стала доверять, а как это? Ну, то есть, буквально, буквально, чтобы вкладывать в свою фразу опыт, что вы Прониклась к ней и стали доверять. Что такое Прониклась? Что такое стала доверять? Это как? Давайте разбираться. Потому что нужно понять, что вы вкладываете в слово Прониклась и что вы вкладываете в слово доверять. Вот. Верно ли вы, корректно ли вы, понимаете значение этого слова, потому что мне показалось, что под доверием вы понимаете опору на человека. Рад был бы ошибаться, рад был бы, если бы это было не так, но пока что выглядит все, к сожалению, вот именно таким образом. Что когда вы говорите про доверие, вы имеете в виду именно нуждаемость в человеке, потребность в человеке, необходимость в нем. А это все же не совсем про доверие. Это немножко про другое. Это больше про решение вашей собственной проблемы. Вот. Дальше. И с последним. На мой вопрос, была ли она где-то у выходных, она очень нехотя сказала, что ходила к Дерной Бабруге, и на этом все, дочка тишина. Если куда-то идет, то же говорит по делам, на той неделе ходила в гости, ни разу не упомянула об этом. Из своего секрет, раньше такого не было. Но человек хочет держать от вас в тайне свою жизнь. Как бы, с чем вас это смущает, и как вас это задевает. Вторая же, ни о чем не спрашивать, все по ее интонации воспринимается в штыки. Но вот, то что вы говорите про штыки, очень может быть про акции, то есть очень может быть история о том, что вы сами так интерпретируете ее ответ. Вот. Вы сами так интерпретируете ее ответ, вы сами так это видите. И, на мой взгляд, в этом, то есть в проекции, может проявляться ваше отношение к себе. Вот. То есть в проекции может проявляться то, как вы сами к себе относитесь. К сожалению. Надо этим, кстати, поработать. Не всегда интонация человека означает, что он воспринимает то, что воспринимает штыки. Совсем не всегда. Но здесь речь идет немножко о другом, на мой взгляд. На мой взгляд здесь речь идет о том, что вы чувствуете себя отвержены. И вот это, вот это очень важный момент. Что вы чувствуете себя отвержены, вы чувствуете себя, ну, как будто бы вот, что вас выбросили за борт. А это уже ваши собственные ощущения. Связанные с тем, как вы к себе относитесь. Ну, вероятно, здесь речь идет про закрытость. Дальше. Личного не касается. Если же случайно что-то узнаю о ней, то меня огорчают. Человек сам не представляет со мной этой новостью. А чем вас это огорчает? Опять же, как вас это задевает? Я же с ней пока продолжаю общаться. Открыть ее свободно, это я не делаю. Ну, получается, игра. Игра вот не ворот. Я с открытой душой, а она со мной только салаты обсуждает. А что вы хотели с ней обсудить? Она не откликается на какие-то серьезные вещи, которые вы ей говорите. Или что? То есть, ну вот, опять же, было бы неплохо, если бы вы как-то вот немножечко в этом направлении поразмышляли бы. Чуть-чуть. То есть, что конкретно вам, ну, например, что, кажется, говорит подруга такого, да, вот, что вас огорчает. Или она не дает вам обратную связь на то, что вы ей говорите. Ну, к сожалению, в жизни бывает так, что люди теряют интерес друг другу. Ну, так случается, к сожалению. Так бывает, к сожалению, вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, хоть это и неприятно, но относиться нужно к этому как к чему-то неизбежному. Вот. Здесь, наверное, сказывается то, что у вас этот человек единственный. Вот. Ну, с которым вы, ну, с которым вы в таких отношениях. Это вас, скорее всего, напрягает. Как мне кажется. Вот. Ну, так тут получается, что дело не в человеке. Тут получается, что дело в том, что вы сделали ставку на одного человека. И именно это доставляет вам основное количество хлопот. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот. Дальше. Идем. Так. Наверное, стоит свести общение к минимуму. А чего вам хочется? История здесь не про то, чего стоит, чего не стоит. Вот. История здесь про то, чего хотите вы. Вот как вам хочется, так и можно и нужно действовать. Вот. На мой взгляд. Хотите сводите общение к минимуму. Если их, допустим, считаете, что такое общение неприемлемо. Ну, для вас, я имею ввиду. Да? Если вы считаете, что такое общение не для вас. Да? В таком случае, конечно. Можно и нужно сводить общение к минимуму. Потому что оно, очевидно, вас не устраивает. Вот. Только сначала, я думаю, нужно, конечно, разобраться с тем, какова природа того, что вы ее не принимаете. Вот. И уже после этого смотреть. Уже после этого исследовать. И тогда уже принимают решение. А не так, что просто вы механически приняли какое-то решение и все. На мой взгляд, проблему эту не решит. От слова совсем. И так понимаю, что меня вычеркнули из круга близких друзей. Ну, а что такое близкий друг для вас? Что такое близкий друг для нее? Это вопрос. На который еще нужно поискать ответ. Чувствуется обида. Чувствуется обида. В том, как вы об этом говорите. Чувствуется, что вы обижаетесь. А чувствуется, что вас это задевает. Вот. Очень важно. Очень важно здесь увидеть, как именно вас это задевает. Чем вас это задевает. И так далее. Вот. Это очень важно, потому что если вы с этим не разберетесь, то вам довольно сложно будет выстраивать дальнейшие отношения с человеком. Ну, не то, чтобы вы должны, конечно, но мы ведь еще не знаем, что повлияло на то, что человек человек решил от вас отдалиться. Так что, выводы делать я бы не спешил. По крайней мере, если вам человек дорог. Вот. И, соответственно, попробуйте сформулировать тогда. Да. Значимость. Значимость, или вот, или значение для вас, подруги. Вот. Попробуйте сформулировать. Это вас. Потому что, если вы не увидите значимость этого человека для вас, вот, то, на мой взгляд, у вас будут трудности. Довольно серьезные трудности. И вы можете достаточно легко попасть в зависимость от человека. Понимаете, да? Какая стука. Чего бы, чего бы опять же, чего бы опять же, мне бы для вас не хотелось. Дальше. Почему не знаю, или начать общаться на том же уровне, что и она замолчает на фалаты, по которым я могу обсудить с всем знакомым, да и не интересно мне это. Хорошо. Хорошо. Что вам интересно? Ну, то есть, вот, буквально, что вам интересно? Что вы хотите обсуждать? Потому что пока, пока у меня складывается такое ощущение, пока что у меня складывается такое впечатление, что вы не столько обсуждать хотите что-то, сколько хотите, чтобы говорили вам. У меня складывается такое ощущение, что не столько вы хотите разговаривать, сколько хотите, чтобы вам демонстрировали, то, что вы важны, то, что вы нужны и так далее. Не то, чтобы это было совсем плохо. Просто важна определённость. важна определённость и важна чёркость и ясность того, что вы хотите. А я не могу избавиться от ощущения, что вы подменяете немножко понятия. Естественно, я был бы рад, если бы это было не так. И, естественно, я был бы рад, если я ошибаюсь. Вот как-то так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитрова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова